Приветствую вас. Я думаю, что вопрос такого рода всегда будет характеризоваться в некоторой степени неопределенности, потому что не всегда, точнее, почти никогда невозможно сказать, предсказать, угадать поведение другого человека, его мотивы, можно лишь предполагать. Вы задаете любопытство ради, но VIP-вопрос. Я из этого делаю, что вас это все-таки задало что-то личное. Итак, я смотрел Дом 2 старые серии, зачем вы смотрели Дом 2 старые серии, там была потрясающая девушка Юля. Она для меня во внешности идеал. Ну, если вы считаете чью-то внешность идеалом, это совершенно не означает, что другой человек, в частности мужчина, может считать так, как вы, как вы. Кроме того, кроме того, на одной только лишь внешности отношения, ну, вряд ли можно построить, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Вот, поэтому мне думается, что внешность, конечно, не последняя вещь, ну, и не самая первая. Так, она встречалась, так, они поженились, родили прекрасного ребенка и развелись, потому что он ей изменял. Ну, связано это, может быть, со многими факторами, на мой взгляд, здесь, основной фактор, который может быть, это медийность. То есть, медийность, звездность, амбиции, ЧСВ, позиционирование себя, восприятие другого человека, все это здесь накладывает отпечаток. Потому что, кто бы что ни говорил, но люди приобрели определенную популярность и популярность это как, ну, как наркотик на самом деле. Вот, чего уж стоить греха. Вот, популярность это как, наркотик и, соответственно, ну, измеры это, может быть, просто слабость, но слабость это очень такое обтекаемое слово. Это может быть кризис в отношениях, которые выстраивались не совсем на духовном уровне, не совсем на доверительных обнованиях. Это могут быть личные проблемы самого мужчины, то есть, ну, просто, вот, у него могут быть такие проблемы, у него могут быть такие, вот, какие-то сложности, которые привели его, собственно, к тому, что он изменял. Потому что, ну, мужчина, который изменяет, это человек, как правило, не совсем уверенный в себе, то есть, я имею ввиду тот, который изменяет на постоянной основе. Вот, этот не совсем уверенный в себе и через подобные вещи мужчина пытается что-то компенсировать. Как правило, вот, одно дело, если он, там, встретил женщину в браке, которая, вот, понравилась больше, и он, там, решил к ней, ну, к ней отношения выстраивать, это одно. А другое дело, если он, там, вот, как вы говорите, не пропускает, не пропускает ни одной юбки, так это, совсем, уже, другая история. Вот. То есть, основных, основных, ааа, причин, может быть, ааа, несколько, они вот такие. Дальше, я была очень удивлена, так мне казалось, что они просто идеальны, они просто идеальны. Опять же, она идеальна для вас, но она не идеальна для него. Это она действительно идеальна, именно, именно это идеально и может, эээ, очень сильно давить на человека. То есть, когда человек, эээ, кажется, слишком идеальным, то ты на фоне такого человека, кажется, не идеальным, это очень тяжело. Эээ, так, вопрос вот в чём, я займусь над этим мужчиной, он всё время выбирает себе женщин, как под копирку, вот такого друг друга. Почему так? Ну, считается, что это из, эээ, детской родительской семьи вытекает, что мужчина выбирает такие женщины, которые, ну, той или иной сыр не похожи на, допустим, его маму. Вот, это одна из, эээ, теорий, эээ, одна из позиций профессиональной психотерапии. Эээ, почему он всё время гуляет, но пускает на одной юбке. Эээ, детский, опять же, я сказал, да? Человек уже близок к сорока, у него два брака, у каждого остался ребёнок, без меня общаться. Ну, это определённый жизненный сценарий. Мужчина тут, может быть, может просто боится близости, может, может боится серьёзных чувств, вот, а может быть, просто, эээ, его поведение что-то, эээ, есть такое, что не позволяет, эээ, более-менее, серьёзным, серьёзным отношениям, соответственно. Так, эээ, дальше, когда смотрел его в эфирах, да-да, как он встретил Юлю, ну, взят на пятницу, так и вечно, казалось, что он просто, не знаю, не казалось, что он просто ненавидит, но вот Юлю стал таким другой. Вот, просто интересно, от чего так может какая-то детская обида? Нет, детская обида, нет, далеко не всегда связана именно с детской обидой, то есть это слишком уж как-то вы упростили, нет, нет, а детская обида, как таковая, здесь ни при чём. Это ряд, эээ, ряд факторов, вот, которые гораздо больше и шире, чем детская обида. Вот, наверное, для нас, наверное, для нас имеет, в первую очередь, значение, почему люди вообще идут на реалити-шоу, да, какие для этого необходимы психологические характеристики человека, какие для этого, ну, какие им цели, вот, и так далее. То есть это вот, эээ, в первую очередь, это уже определённая предпосылка для того, чтобы проводить какой-то анализ, и есть, потому что люди, по сути, ну, отодвигают личные границы, отодвигают закрытость своих отношений, отодвигают их приватность, их аутентичность на второй план, ради популярности, ради такого. И подобное действие, оно не может связаться ниоткуда. То есть подобное действие, оно является, опять же, следствием каких-то решений, которые человек принял когда-бы. Это очень важно понимать. Поэтому... Причины, причины они в этом. Это действительно может быть детской обидой, это действительно может быть детской обидой. Но есть вещи, помимо детской обиды, которые могли привести к этому. И детская обида, она именно в детстве происходит или произошла. Правильно? Детская обида. А решения человек принимает сейчас. Здесь и сейчас. И это нельзя просто так игнорировать. Это нельзя просто взять и игнорировать то, что это происходит. Вот именно это происходит. Понимаете? Поэтому, мне кажется, что он... Так, можно ответить вам на ваш вопрос. Ещё раз. С вашей... Вот именно с вашей, как бы, стороны, да? Мне видится... Эм... Деструктивным взглядом, что... Ээээ... Тот факт, что человек идеален для вас... Вы расширяете на восприятие других людей. Вот. То есть, если вы считаете человек идеальным, то и другие, в том числе мужчина, должны считать так же. Это... Ключевой момент. Ключевой момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Потому что... Вот. Как бы... Не буду... Эээ... Какие-то дебри... Дебри углубляться, да? Просто вот... Эээ... Это то, на что можно обратить внимание. Это то, что по факту. Что-то по факту. Вот. Ну, если честно, там просто не было... Не было серьезных... Эээ... Серьезных отношений. То есть, да, она его изменила. Да, она его поменяла. Да, возможно, это была страсть. Эээ... Да, возможно, там были какие-то чувства. Но, опять же... И чувства, и отнош... И страсти, и отношения... Ммм... Без определенной работы над ними. Без поддержания их. Да. Без совместимости людей. Ммм... Не... Не особо чего значит. Вы ничего не говорите о сроках. Но... У пары... Есть кризисы определенные. Да, да. То есть, как бы, есть кризис там... Эээ... Ну, от определенного времени есть кризис. И, может быть, они просто не справились с этим кризисом. Сейчас-то... Проблема начинается после рождения ребенка. Да. Только вот ребенок родился, и... Там... Начались проблемы. Ну, вот... Характер... Характер... Характер мужчины... Тоже... Играет важную роль. То есть, вот вы говорите, что он ненавидел всех женщин. Ну, это же не просто так, а? Это же не просто так. Может, у него действительно с мамой... С мамой были какие-то проблемы. Другое дело, как это все относится к вам? То есть... Эээ... С точки зрения профессиональной психотерапии... Эээ... Тот факт, что вы задаете этот вопрос из любопытства... Эээ... Говорит о том, что у вас это как-то задело. И, возможно, на это стоит обратить внимание. Потому что это... В отличии... В отличии от... Эээ... Жизни других людей... Мы можем узнать... Узнать... Куда более... Наверняка... Чем... То, о чем вы пишете. Вот. Вполне вероятно, что вы себя, вот... Может быть, ассоциируете с... Эээ... 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 Ээээ... В этом... Нет ничего... Эээ... Плохого... В том, что вы себя... Можете ассоциировать с ней. Но... Просто желательно, чтобы... Чтобы вы отдавали себе в это насчет. Отделяли. Одно от другого. На этом все. Я надеюсь, что... Помог вам. Если у вас остались вопросы... Дополнительные. Эээ... Эээ... Пишите. В личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Эээ... Буду благодарен. Если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого... Доброго. И удачи. До встречи. До встречи.